Беларусьбанк Черговый тур Беларусьбанк высшей лиги по частою гурмановой чинного футбола первым в сезоне 2018 классика. АБФФТБ запрошает заузят ровно-стадионы, коб на властные очи побачить головный матч уикенда, а так само рассказывает про еще некоторых топовых супредстояний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег Дулуп устрелял новый рекорд высшей лиги. Еще никто из наставников нашей элиты не получил 7 стартовых побед на начале команды, которую только-только означал. Главный же тренер чемпионов взял 21 очко с 21 Махшимова. При этом позволял оппонентам только раз засмутить властную оборону Дидзяниса Шарбицкого. Одночасово Баты володает лучшим наступом у турниры, активно варьирует склад и ни под кого не подкладывается. Борису действует так, как лечить потребным, скараючи на свой лад всех оппонентов. Тем не менее, с Динамо номер по психологическим подпорядкованиям может не пройти. Как и соседи по таблице, вице-чемпионы краины еще в сезоне не соступали. А у всего три пропущенные мячи свидетельствуют про надеянность обороны Белоблакиты. Лидер Менчукова Рашник лишь означаливает таблицу самых коротких гульцов по системе «Гол плюс пас». А вертание у шахты форварда Антона Сороки додало мощи атакующих громадян господарам «Классика». Коли же лечить перекрыжование лесу футболистов и тренеров «Айчины Гранду», протягливую драматичную историю сопростояния, а так само важность матча с турнирного пункта удержания, то легко заразуметь. У середу нас чекает головная битва у сего первого кола первенства. Батэна «Пярододня Классика» смагается с Берастейским «Динамо» в финале Кубка Беларуси за гоноровый трофей. Звучайно, после таких двух боев и эмоционально, и физично коллективы знаходятся спустошенными. Плюс, минулый тур – не сказать, как Борисов провел так уже зладжено, коли спробовал скрыть «Менская торпеда». А кроме того, кожная серая рано-цепозно сканчивается. «Динамо» ж минавида той оппонент, який в тыдневом ритме подрыхтолки, шей на своем поле, здольная зладить перформанс, крыльный для айчинного чемпиона. Выбитный старт случай не на вина. В минулом году подначаленные Виталя Павлова также годно распочали первенство, где тягом у сего первого кола держались в гурте лидеров. Тому сегодняшний третий «Радок Цукровых» – логичная узнагорода футболистам за пленную працу в межсезонье, де активную допомогу Евгену Шикалкину. Форвард после семи туров узначаливает таблицу бомбардиров с шестью голами, и звертая на себе увагу как заузятеров, так и тренерского штаба национальной сборной. Устальки одного драйва дыгалевого почуття нападника будет мало, как скорыть биростейское «Динамо». После отмова от послуг Радослава Латова «Белоблакитные» снова вернулись до айчинного вектора – как в тренерском штабе, так и у складнику гульцов. Выник – выполненная перемога над Витебском, близкучая гульня Юзубчука, а так само повольная одновление Савицкого-Залезского-Десятько. Состоится только вывести с гульнявой депрессии плеймейкера Милевского, и по такой худкости, что демонстрировал Брест один день тому, Бужане найно будут аранжироваться как фавориты. Отбиток от финала Кубка так само повпливает на стан биростейцев. Даже при довольно глубокой лаве на врате Сергей Ковальчук позволяет различать на оптимальный склад и такие же ягодные кондиции. Тем не менее, уровень индивидуального майстерства гостей довольно великий, что дозволит отказать на поспяковый выпад Сукровых, який, на нашу думку, сдарится напевно. Четвертое до шестая команды Першинства поспробують высветлить, кто больше придатный до погони за лидерами в авангарде. Полность ставить на наступ, у яким близкуча проявляет себе Рафаэл Ледесман. Жодзина обобирается на надзейное разбурение, а в последние 180 хвилин никто за оппоненту пробит черных-белых не оздольны. Да и в уголе шесть опошных туров подначаленные Олега Кубарова не соступают, что надое им в пыльненности уверенности обранной философии. Цикаво, что Белас так само застался непереможным и уприватным двубоем минулого года. Тогда на родном поле жодзинцы святковали триум в 2-0, а в гостях поделили очки 1-1. Однако зараз им будет довольно складанно домогчиться поспеху, ведь и все лето на родном поле соступил только чемпиону. При этом больше мяча за вечер не пропускал. Тогда как «Торпеда» у гостях в сезоне 2018 и еще не перемогала. Знаходжение ряды смыть Кирилла Вергейчика в топе самых продуктивных створальников первенства дозволяйте Витебску различать на тое, что наводобороншему рыжодзина господарам хотя бы раз караться. Но если уличить тое, что горж за Витебск разбирают только четыре команды «Беларусьбанк» высшей лиги, варто поверить и в поспех одной из инициативы у «Торпеда». Тому про откажем не шью. Однако при оформлении «Якой» передачи напылно не будут сумовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова